добрый день дорогие друзья с вами как всегда я как у сакс у нас сегодня 5 урок поехали значит ребята я вам должен напомнить о дыхании правильном дыхании что перед каждым уроком буду напоминать потому что это очень важно дышим диафрагмой как вы знаете каждый день каждый час каждую минуту день ночью не имеет значения это образ жизни если кто-то не выполняет это обязательно выполняйте это полезно для здоровья вообще а для духовика это тем более при вдохе увеличивается диафрагма при выдохе уменьшается грусть не поднимаем плечи не поднимаем во время вдоха понятно немного теории которая очень обязательно очень необходимо значит голодным не играть но и переедать не стоит и сразу после еды неприятно играть так что имейте ввиду балансируйте еще перед игрой обязательно мыть руки банальные вещи говорю но это необходимо потом полоскать рот перед игрой особенно если вы поели остатки пищи просто могут разлагать трость трость быстро портятся от нашей кислоты который у нас присутствует в мире а представьте себе если еще пища остается в рту она очень быстро разъедает трость поэтому полоскать рот зубы должны быть в порядке обратите на это пожалуйста внимание и общая гигиена чтобы инструмент у вас был чистым вытирать протирать мы потом сделаем специальный урок где я покажу как смазать пружины все механизмы клапанов как это делать чтобы она работала у вас хорошо поняли поехали ну что давайте поиграем немножко значит мы выучили следующие ноты от ноты до которые мы учили это новая нота это до внизу уже вот до этого мы знали вот три пальца снизу три сверху большой палец на своем месте пока ничего не нажимает просто добавляем мизинец вот не сюда а вот сюда мизинец это будет дом мы гамму уже знаю дома жургама на тенор саксофоне вы прошлом уроке играли вас на дуле в огороде если помните это просто популярная народная мелодия который вот на слуху у каждого что проще было вам играть что касается дыхание значит дыхание надо брать исходя от фразы они так как попало но в начале первоначально вы если медленно играете только выучили то дыхание берите тогда когда вам необходимо это брать но когда вы будете ускорять произведение то дыхание надо брать исходя от фразы например я могу дольше играть фразу но если вам не хватает дыхание то берите пораньше например значит у нас будет новая нота это будет до диез до здесь находится вот верхний дом не первые октавы а вот во второй октаве до верхней если мы отпускаем это до практически ничего не нажимаем правой руке только большой палец держит саксофон левой руке большой палец просто прикладываем клапану но не нажимаем октаной клапан и отпускаем все клапана это будет нас до диез получается мы играем с ноты первая играем фа диез ре мажор габу фа диез и до диез и нажимаем опять ре первоначально как ре три здесь внизу три наверху и добавляем октавной клапан вот это большой палец держит октавной клапан большой палец должен лежать так чтоб любой момент удобно было нажимать и отпускать октавной клапан любой момент вот так то есть большой палец не должен вот здесь находиться чтоб не прыгал палец а большой палец должен находиться весьма рядом чтоб раз нажал и отпустил нажал и отпустил играем ре мажор гамму это нота ре уже наверху с октавным клапаном а теперь играем арпеджио что такое арпеджио арпеджио это устойчивые звуки в данной гамме ступени у него есть первая третья и пятая то есть первая нота у нас нота ре следующая будет фа диез ре фа ля то есть третья и пятая ступень фа диез ля играем это арпеджио это ре мажор гамма почему мы играем гаммы чтоб у вас техника развивалась чтоб у вас звук был это занятие это обязательно это необходимо значит небольшое примечание ребята это тенор саксофон у него строй сибемольный кто-то может быть из вас играют на тенор саксофоне кто-то на альт саксофоне у альт саксофона другой строй там мебемольный строй у сопрано саксофона тоже сибемольный строй то есть совпадая с тенором у баритон саксофона как у мебемольный как у альт саксофона строй поэтому если я играю мелодию на теноре то у вас на альт саксофоне будет звучать другой тональности вам надо просто понять суть просто как играется мелодия и с какой нотой какие ноты употребляются и играть на своем саксофоне независимо от строя на своем саксофоне и вообще вам надо играть много играйте много играйте все что хотите все что лезет в голову и не бойтесь не переживайте не думайте ни о чем просто надо играть но во время игры пожалуйста соблюдайте все правила которые существуют правила постановки правила мышечной системы правила дыхания правила пальцев высоко поднимаем опускаем уверенно не с бухты барахты играем а играем осмысленно чтоб мы поняли что мы играем но играйте все что у вас сердце желает это хорошо это нужно понятно и еще если у кого-то есть желание индивидуально заниматься в онлайн режиме там по скайпу по вайберу смотря как то напишите мне под этим видео я оставлю номер телефона где есть ватсап вы можете писать если у кого-то есть такое дикое желание чтобы индивидуально заниматься с большими темпами конечно мы можем заниматься в онлайн режиме на сегодня все с вами был Гагу Сакс пишите ставьте лайки приглашайте своих друзей чем больше у нас команда будет тем легче и веселее будет всем пока по всем пока но ну типа ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok